Здравствуйте! Наступила юбилейная дата. 10 лет Крымской весне. 18 марта 2014 года после проведенного референдума президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал договор о принятии Республики Крым и города Севастополь в состав Российской Федерации. Дата, которая разделила жизнь очень многих на до и после. Те события зажгли на политическом небосклоне новые яркие звезды и имена этих людей уже вписаны в историю нашей страны. Одна из них – видный российский государственный и общественный деятель, первый прокурор российского Крыма, государственный советник юстиции третьего класса, советник генерального прокурора Российской Федерации Наталья Поклонская. Сегодня она гостья нашей студии. Здравствуйте, Наталья Владимировна! Здравствуйте, Владимир! Здравствуйте, зрители! Наталья Владимировна, прежде чем перейти к событиям той десятилетней давности, а эти 10 лет в общем-то пролетели как один миг, согласитесь, я бы хотел остановиться на текущем политическом моменте. Что бы вы выделили в первую очередь? Ну, я догадываюсь, что вы ответите. Это, конечно же, выборы президента Российской Федерации. И, наверное, те проблемы и те условия, те обстоятельства, в которых мы все живем, это какой-то слом эпохи и начало чего-то нового. Но, правда, конечно, еще непонятно, как и что будет под словом новое. Но что-то новое формируется однозначно во всем мире, не только у нас в России, не только у соседей. Вообще во всем мире мы как бы переходим в новую эпоху, в новый этап, в новую эру, в новую эру новых условий, новой жизни, нового мировоззрения, нового всего. За этим событием, которое определит вектор развития нашей жизни, жизни нашей страны, наблюдал весь мир. Да, я уверена, что за выборами президента Российской Федерации наблюдает и наблюдал весь мир. И вообще всегда друг за другом все наблюдают. Особенно за такой огромной страной, как наша. Это невозможно, невозможно подумать, что другие не смотрят и не следят за событиями, которые происходят у нас. На самом высоком уровне, на самом высоком государственном уровне говорят о том, что все проблемы, которые стоят, надо решать вместе. А что для вас означает словосочетание «национальное единство»? Национальное единство. Для начала, наверное, чтобы понимать это словосочетание, нужно понимать общие традиции. Традиции всех народов, которые проживают на территории нашей огромной страны. Это многонациональная страна, многонациональное государство. И все эти традиции представителей каждой народности необходимо уважать, необходимо принимать. И именно на равных таких паритетных началах, с пониманием того, что каждая народность имеет право на свои какие-то особенности, что и всегда было в России, в огромной России, принимать иное, не ущемляя своего. И прежде всего, мне кажется, это актуально для современного мира, знать свое. Ведь многие не знают даже своего, как они могут принимать и уважительно относиться к иному, к другому, к другим традициям, к другой культуре. Потому нужно знать свою и принимать другую. Уважать на равных паритетных началах, вместе объединяться для достижения одной единой цели, единой идеи. Наверное, она заключается в процветании каждых представителей, разных представителей различных культур, традиций, народностей на территории на нашей земле. Просто на нашей матери земле. Вы бываете в разных частях нашей страны, много встречаетесь с молодежью. То, о чем вы говорили, безусловно, понимает и воспринимает старшее поколение. А понимают ли это молодые люди? Я скажу, может быть, несколько крамольную вещь. Может, кому-то она не понравится, но я ее скажу. Мы, зрелые люди, взрослые люди, очень большие требования и многого хотим, и большие требования предъявляем к молодежи. Они сейчас, вот молодые ребята, студенты, дети, вообще молодежь, живут в таких условиях сложных, что порой даже нам, имея определенный жизненный опыт, сложно понять и разобраться в этом информационном потоке, что есть правда, что есть неправда, что есть моей правдой, а что есть навязанной правдой. Представьте, каково этим молодым ребятам в этом мире понимать, вообще понять себя, найти себя. Это очень сложно. Поэтому спрашивать них, а понимают ли они, вот эти вот взрослые, не понимают, ну, наверное, не стоит. Они все понимают. Может быть, даже больше, чем мы. Может быть, даже они чувствуют больше, чем взрослое поколение. Нужно им помочь. Нужно их поддержать и прислушиваться к новым веяниям, то, чего они хотят. Помочь определиться, чего же они хотят. В каком мире они хотят жить? Потому что мир мы оставляем после себя им. Не для себя. Мы уйдем. Но жить в том мире, после того, как мы уйдем, придется молодому поколению. И нам надо понимать, что мы будем передавать. Либо это будет полуразрушенный, либо это будет цветущий, либо это будет с учетом современности, либо это будет туда на несколько шагов и веков обратно. То есть, ну, наверное, нужно скорее прислушиваться и поддерживать нашу молодежь, потому что они в непростых условиях живут. Да даже школу возьмем. Сейчас ребята, дети обучаются в школах, там столько заданий. Честно скажу, наверное, со мной согласятся все. Возьмите домашнее задание своего ребенка и попробуйте выполнить его сами. Вы не сделаете. Так чего же мы хотим от собственных детей? Ну, надо немного ослабить. Вот этот ошейник. Поэтому я предлагаю поддержать наших детей и нашу молодежь. И они должны быть более свободны, вы считаете, да, в поисках кумиров, в поисках жизненного пути. Они должны не искать кумиров, они должны себя развивать. И прежде всего, говоря о свободе, нужно объяснить нашим детям, а может быть, некоторым взрослым и себе, что такое свобода. Что такое свобода? Вот когда вы ответите на этот вопрос себе, потом учите детей. Согласен. Еще одна тема, которую, наверное, стоит бы в нашем с вами разговоре затронуть, это семейные ценности. То, что сейчас востребовано нашим обществом, и, как говорят, то, что пытаются разрушить наши недоброжелатели. Ну, мне кажется, самый главный недоброжелатель и злодей живет внутри каждого человека. И вот победи собственного демона, тогда ты выйдешь героем. Ну и потом не надо расслабляться, потому что нужно становиться еще сильнее и дальше идти вперед. Но семейные ценности – это важно. И семейные ценности, они уже прописаны у нас внутри, в наших традициях. Это то неписанное законодательство, закон неписанный, который заложен в нас от природы. В наших генах. Да, в природе это заложено. Семейные ценности. Есть мужчина, есть женщина. Есть мужчина-защитник, есть женщина, которая бережет домашний очаг. И с этого все начинается как бы прописывать. Ну что, ну неужели нужно написать на бумаге, что убивать – это плохо, обманывать – это плохо. Что, так непонятно, что ли? Я думаю, что мы разумные люди, мы уже ого-го, сколько просили. Но это же было написано в Новом Завете. Вы знаете, если мы берем во внимание лишь Новый Завет, то это неправильно. Нужно принимать во внимание Ветхий Завет, Новый Завет, до Ветхого Завета. Нужно принимать во внимание пантеоны всех богов древних. Это шумеро-аккадский пантеон, который чудесным образом, каким-то волшебством оказался в Ветхом Завете. Есть над чем подумать. Потом возьмем мифологию разных народов. Это скандинавская, кельтская и много-много других. И если говорить про Новый Завет, люди, читая этот Новый Завет, они воспринимают некоторые буквально, как и я раньше, к примеру, пыталась прочитать от начала до конца. Честно признаюсь, от начала до конца не прочитала, но читала. И все эти фразы, все эти учения, все эти заповеди воспринимаются буквально. Это неправильно. Нужно почитать толкование к Библии, к этим Заветам, к этим книгам. Потому что богословы и другие ученые, философы, они объясняют, как, например, понять терновый венец у Христа на голове. Почитаем книгу «Цель» Мориса Никола. И там он описывает, что этот терновый венец, он воплощает в себе то состояние общества, при котором казнили и распяли Христа. То есть это не буквально терновый венец, это состояние нравственности, это глубже. Есть текст и есть контекст. Так вот не всегда надо воспринимать то, что написано именно буквально. Есть переносное значение, есть намного глубже. Наталья Владимировна, слово «выбор» сопровождает человека всю его жизнь. И мы, собственно говоря, наше интервью начали со слова «выбор», выбора президента. А ведь 10 лет назад перед жителями полуострова Крым тоже стоял выбор. Перед выбором поставили крымчана те люди, которые захватили власть в Киеве в 2014 году. Пришлось защищать свою землю. Крымчанам надо было защищать Крым. И крымский референдум провели в условиях необходимой обороны и крайней необходимости. Если бы не Майдан, который организовали искусственно, я считаю, что воспользовались еще и прихлебатели. Ну, как частенько бывает. Кто-то организовал, кто-то присосался, как клещи и клопы, я извиняюсь за выражение, к этому источнику, когда появилась возможность. И все. Я вспоминаю, что в те дни, как раз с 20-х чисел февраля, я находился в Севастополе и своими глазами видел энтузиазм жителей города, их стремления. Потом я был наблюдателем на референдуме в Севастополе. Как вы считаете, вот эти ожидания крымчан, жителей Севастополя, они оправдались? Ну, знаете, про ожидания можно говорить, когда все это запланировано, когда люди понимали, что над ними нет никакой угрозы, опасности. Они в спокойной своей жизненной истории проводят какое-то политическое мероприятие, общественные опросы, выборы спокойные, запланированные. И тогда они ожидают чего-то, они ожидают хороших перемен к лучшему. Но когда же это происходило под нависшей угрозой для жизни, здоровья, родных, собственной жизни, то люди ожидают одного – спастись. И единственным рычагом, инструментом, способом и вариантом к спасению было себя оградить от источника угрозы. Источником угрозы для крымчан была новая, незаконно пришедшая власть в Киеве. Как оградить себя от этой власти? Нужно, во-первых, от нее поставить забор, то есть отделиться. И необходима, конечно, защита в лице другой власти. Потому что самостоятельно это невозможно, неравные силы. Поэтому Крым обратился к России. Поскольку Россия – это не чужая страна, это родная страна. Это всем известно. Не нужно рассказывать, почему родная страна Россия для Крыма. И обратились за помощью. И вот таким образом ожидание было реализовано в плане защиты своей жизни, своих домов, своего права разговаривать на том языке, на котором мы разговаривали, хотели говорить. Что было для вас самым сложным, когда вы вступили в должность прокурора Крыма, российского Крыма, ну и вообще в процессе работы? Самым сложным? Ну, я опасалась за жизнь и безопасность своей семьи. Это маленькой дочери, родителей. Этого я очень опасалась и старалась их оградить от того, чтобы из-за моих решений не пострадали близкие мне люди. Это было сложным. Всё остальное, вся работа, которая заключалась в формировании организации прокуратуры и запуска вообще её на новые рельсы, новое правовое поле, переходный период и всё-всё-всё остальное, для меня эта сложность – это в радость. Я люблю работать. Для меня, наоборот, сложно и мучительно, хуже смерти – это не работать. Когда у меня отнимают работу – это наказание. Когда мне дают работу – это поощрение. А команду вы подбирали сами. Насколько сложен был кадровый вопрос? Я хочу сказать, что сотрудники прокуратуры Республики Крым, полуострова Крыма, они очень грамотные, достойные люди. На них можно было положиться. Те, которые сразу определились, что они против и они не хотят таких перемен, они уехали. Им никто не препятствовал. Это были единицы. Кто не определился, там думал, ну, была опасность для их родных людей, которые находились на материковой части Украины. Они старались свою позицию не демонстрировать, но, тем не менее, работали. Это тоже принималось. 90-95% всего коллектива прокуратуры Крыма – это достойнейшие люди, с которыми мы прошли вместе этот самый интересный период в нашей совместной жизни, в деятельности профессиональной. И их не надо было учить. Мы друг друга поддерживали, мы понимали с полусловом, мы знали, что надо было делать. Ваш день рождения, 18 марта, совпадает с днем воссоединения Крыма с Россией. Если мы пойдем там вглубь истории, еще в дохристианские времена, то как раз это период времени, который наши древние пращуры называли праздником Астары. Богиня Астара – это пробуждение природы, жизни на земле. Это зарождение нового чего-то. Это просыпание стихии вода. Это пробуждение земля потом дальше, уже после Астары, но, тем не менее, это зарождение новой жизни. Это что-то новое. Вот как раз-таки 18 марта в канун весеннего равноденствия, это 21-22 марта, когда наши древние-древние предки отмечали праздник природный, праздник древнейший. В этот период времени и прошли все известные события для Крыма. Прокурорский опыт вам потом помогал в политической деятельности? Я думаю, что, может быть, он, конечно, помогал, но он сделал меня необычным политиком. Поэтому вообще в политике, в Государственной Думе очень много разных специалистов и разных людей, представителей из совершенно удивительных сфер, в том числе и творчества, разной деятельности. Это и спортсмены, и актеры, и актрисы. Я не знаю, им, наверное, тоже помогает их предыдущий опыт специальности, их профессии в политике. Но мне мой опыт прокурорский, он сделал меня таким политиком с характером, со своим мнением. Делай, что должен и будь, что будет. Вы в своей деятельности часто следовали именно вот этому принципу. И второй принцип, наверное, который вам близок, насколько я знаю, командир должен всегда идти в бой первым. Правильно? Вот я думаю, что это отмечают даже и какие-то ваши недоброжелатели, если они существуют. А все-таки что изменилось в вашем характере в последние годы, уже когда вы приобрели опыт политической деятельности, опыт работы или взаимодействия с массовыми коммуникациями, с большим количеством людей и так далее? Ой, изменился мой девиз. И я бы пошутила, что после такого девиза надо... Обычно потом впереди и сзади идет охрана. Ну, это шутка. А сейчас мой девиз с учетом полученного опыта, наверное, заключается в следующей фразе. Ну, вот побеждать не погибая, выживать не проигрывая. Наверное, скорее так. А как вы отнесетесь к такому фразеологическому обороту? У политики нет сердца, есть только голова. Вы согласны с этим? Нет. Политик должен быть и с головой, и с сердцем. Потому что политика, она, конечно, для разных целей. Но предполагается, что прежде всего должны стоять интересы людей. Как ты без сердца будешь помогать людям? Ты их должен прежде всего, если ты политик, попробуй полюби людей. Просто такие, какие они есть. Попробуй, прежде всего, интересы поставить вот других на первое место. Их защитить. Даже иногда в ущерб себе. Почему? Потому что у тебя должность такая. Потому что ты в априори, уже занимая определенную должность, ты называешься политиком. Это как воин. Воин защищает слабых. Воин защищает других. Воин защищает справедливость, свою правду. Вот то же самое и политик. Если он без сердца, ну как он будет? Наверное, должно быть обязательно сердце, чувства, эмоции. И они не должны превалировать и доминировать в подходе к разным ситуациям. Но должен быть баланс, гармония. Но тем не менее, наверное, вам, как и каждому из нас, приходилось принимать в жизни в работе и жесткие решения, когда ужасно не хочется вот так решать, но надо. Сто процентов. Но у каждого в жизни есть такие периоды, когда нужно принимать решения, ну скажем, сейчас это говорится, непопулярные. Да, непопулярные решения, они везде. И это очень часто. Ты не хочешь, ты понимаешь, что вот нужно принимать определенные решения, которые, с которыми, можно сказать, слово компромисс. Нужно искать компромисс. Последние года полтора ваше присутствие в медиасфере, ну я бы сказал, было поменьше. Но я так понимаю, время вы еще... Не было вообще. Вы время даром не теряли. Да, и я тоже, пользуясь случаем и на телевидении, я хочу сказать огромную благодарность, передать тем людям, которые, несмотря на то, что меня не было в публичном пространстве, замечательная, моя любимая, я там постоянно сижу тоже, фан-группа ВКонтакте, там есть администратор Станислав, и есть подписчики этой фан-группы. Она живет такой жизнью, я сама фан, фанат этой фан-группы. Вот, поэтому я благодарна этим людям, которые своей любовью и своей энергией меня поддерживали весь этот период времени, и я уверена, что будут поддерживать. Потому что я там поглядываю, есть какие-то острые моменты, острые даже обращения, крик, нужда в помощи. Я тихо стараюсь это делать и помогать, ну, стараюсь. Но, тем не менее, та ваша поддержка, она мне так нужна, и она так много мне дает сил, что благодаря таким людям, благодаря вашему интересу, говорят еще так древние, там, где внимание, там и энергия. Вот ваше внимание дает мне энергию. Спасибо вам большое. Любому человеку нужна обратная связь и взаимоподдержка, конечно. Конечно. Я вижу у вас на столе, я так понимаю, это новая книга, мысли вслух уже, о которой многие знают. Тем не менее, я хотел бы попросить вас ее представить. Да, это моя книга, и она содержит частичку моей души. И я уверена, что люди, которые будут ее читать, они найдут что-то свое. Они откроют для себя много нового. Потому что, когда я ее писала, я ее написала благодаря удивительным авторам. Это замечательный украинский философ Андрей Олегович Боумейстер. Это школа Ксении Евгеньевны Меньшиковой. Это удивительная работа философов. Если вы позволите, я даже немножечко... Просто когда... В этой книге содержится исследование разных произведений. И, ну, любимый Нил Гейман, Дэн Браун, Карлос Кастанеда, я думаю, это не новая фамилия. Для многих они известны. Мерча Элиада, Фрезер. Так, так, так. Вот Морис Жоли. Это удивительная книга «Диалог в аду» между Макеавелли и Монтески. Она... Книга очень старая, очень древняя. Ее не купишь. Ее можно достать только в старых библиотеках, либо в интернете, там, версия электронная. Я постаралась в свою книгу включить эти произведения, чтобы они нашли новую жизнь. Дать им новое дыхание. Пусть они живут. Это великие произведения. Они помогают людям начинать желать, думать своей головой. Все параллели, либо выводы, которые в результате прочтения этой книги могут появиться, это ваши выводы. Моих выводов здесь нет. Поэтому я шучу так. Любые совпадения и параллели чисто случайны. Я здесь никаких не проводила. Но, тем не менее, есть над чем поразмыслить. Это философский труд. Это мои лекции для студентов по философии античного периода. И я уверена, что... Я надеюсь, что вы оцените эту книгу, и она вам поможет. Потому что я желаю, чтобы через нее к вам пришло волшебство. Доброе волшебство. Да. Наталья Владимировна, какими еще планами вы бы поделились, вы можете поделиться сейчас с нашей аудиторией? Ну, если я скажу о планах, то вполне возможно, что они не осуществятся. Я лучше буду делать, а вы будете наблюдать. А мы будем рассказывать об этом. Договорились. Что вы пожелаете в завершении нашей встречи всем, кто нас сегодня смотрит? Всем зрителям я хочу пожелать действительно чуть-чуть нужного волшебства. Чтобы ваши желания... Не то чтобы исполнялись, чтобы вы могли желать. Чтобы вы понимали, чего вы хотите на самом деле. Чтобы вы понимали, что это именно ваши желания, а не чьи-то, чужие, которые просто так незаметно для вас присосались, и как будто бы это ваши. Но это не ваше. Разберитесь в своем. Научитесь мечтать. И коллективным мышлением, когда мы все будем мечтать о хорошем, обязательно в нашей реальной материальной жизни все будет меняться к лучшему. И хочу пожелать нашим странам, всему нашему миру, вообще всей нашей земле процветания и благополучия. И, конечно же, в этих коллективных мечтаниях нужно не только сугубо о себе, но об общем мире подумать. Спасибо, Наталья Владимировна, что вы нашли время и приехали к нам в студию. Мы надеемся еще увидеть вас здесь вновь. Я тоже надеюсь. Спасибо. Гостью нашей студии была советник генерального прокурора Российской Федерации, государственный советник юстиции третьего класса, символ крымской русской весны, Наталья Поклонская. Спасибо вам за внимание, дорогие друзья. До новых встреч. Будьте патриотами своего Отечества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова